привет народ нахожусь я на рыбалке там у меня кружки плавают не знаю видно вам быть или не видно в общем 5 кружков у меня плавает но хочу вам рассказать о своем спине знаете может будет кому-то интересно это у другой марки фаворит синапс твичевый от 4 до 16 грамм хочу рассказать свое мнение под у него свой отзыв независимый отзыв хочу вот оставить так вот эта палочка эти такой вот у нее чехолчик довольно таки добротный хорошего качества мне кажется да конечно он пришел то был плохо был здесь вот было в общем раз строчная лента мне пришлось самому его зашивать это такой маленький так сказать минус легко устраняем так эти две секции здесь находятся в чехле это тоже хорошо удобно вот так достаем спиннинг с него читать спиннинг у меня в находится уже на протяжении двух с половиной лет я им рыбачу хотя он появился еще 2012 наверно году если не ошибаюсь он вышел вот я его смог купить только 2017 вот видите такие вот однолапые титановые кольца здесь очень принципе это тоже приятно значит смотрите ну почему я купил именно этот спиннинг ребятки ну первое да первое на что мы смотрим это уличная да это внешний вид он довольно таки как довольно таки красиво видите такая вот у него красивая разнесенная рукоятка до титановые однолапые кольца очень красиво очень красиво он смотрится значит это твичевый спиннинг о чем нам говорит собственно говоря надпись на чехле эти твичных спешил род ну в принципе не единым твич чем он можно им ловить это универсальчик в своем роде в общем не он нравится на 4 давайте начать первое это то что по ваблерам касаемо ваблеру тест у него 4 до 16 но это условно ребятки твичит он ваблера весом ну вот скажем так вот его конек это джакаловский сквад минов 65 сейчас я вам его покажу есть в арсенале на коробочкой есть по ваблерам я бы слышал что это его комфортный предел вот такие вот ведь в облевочке 665 сквад минов я слышал что это его в предел ну как не то что предел это его как сказать самый комфортный самые комфортные ваблерки здесь мне еще есть усамики 65 нишин 7 граммовый этот шесть с половиной по моему грамм жакаловский но это комфорт скажем так комфорт вот тени магалон тоже меня есть вот это комфорт ну я что много отзывов о нем и принципе говорили что ребята писали что максимум шеймуратить и твичить это 80 сквад минов но уже палочка уже на нем уже принципе уже заваливается но ловить можно так ну вот эти второе почему второй такой пункт почему я купил эту палку зрительно кроме красоты до внешней она очень легкая как для меня над на то время было у нее вес 93 грамма это плюс большой плюс хоть тут стоит индекс вот в medium light на и на ней но я бы сказал что это light ребятки то это чистый light мое ощущение тактильная вот по приманкам вес это от 3 грамм даже в двух с половиной он кидает в обли ручки маленькие 32 два с половиной грамма там буквально сам покажу вот у самик вот у меня есть вот у самик шикима там у него вес там буквально 2,6 грамма вот он он его бросает вставлять и бросает и комфортно даже чувствовать как идет проводка ну и максимум я бы сказал у него это где-то 13 14 14 грамм особо но это касается поджигу потому что мне комфортно им бросать 8 грамм плюс приманочки там там 3 дюйма скажем вот так вот там такие там типа там китайковского там little spider от 3 дюймового там или из и шайнера тоже 3 дюймового вот это вот комфорт комфортно можно им рыбачить уже или там где 10 грамм там плюс там 2 дюймового там какая-то приманка не сильно там такая объемная на остальном он уже проваливается при забросе поэтому сейчас его 16 грамм я считаю это завышен тест поэтому это чистый лайтяг по воблерам комфортный вообще очень комфортно им ловить это на чабике на джакаловский чабики вес этого воблера там около 4 грамм вот очень комфортно он бросает хорошо он его слышно очень хорошо в руку вот это ну просто тоже очень классно можно ловить головля я собственно и начинал с этого смена ловить головля мне 1 головли подалась вот именно пилоли этим скина вот на чабики на чабики очень хорошо и щуки тоже влетают вот ну ведь вот эту палку я могу взять с собой ну как универсал на любую рыбалку даже на попла поппер я не ловлю очень комфортно ловить на попла поппера чулька у этого спина просто очень хорошая ну как как для меня ребятки как для меня я просто не рыбачил эти там с верхом дорогими там спиннингами хотя это тоже он не не дешевый но это моя самая любимая палка у меня их принципе хватает наверно штук шесть я этих спиннингов но это моя самая любимая значит смотри тогда только что поняли да это значит значит внешний вид и легкость от этого спиннинга это такие вот одни из главных факторов потому что вот начну ведь на чья использую этот спиннинг в паре с и катушкой не остыть катушка шамана и я брал шамана ультегра 2500 с к ну наверно немножко она тяжеловато уже хотелось бы конечно мне бы полегче спины потому что катушка весит 240 грамм я бы конечно полегче но пока мисс нету такой возможности делать напрямую 220 что-то поставить такой знаете до 220 грамм скандал воду от 200 до 220 грамм пока такой возможности нету рыбачью вот этой тоже мне очень нравится баланс принципе приемлемый не знаю там пальцы так вот ставят проверяют это все данное видео напротив шпульки вот палец и баланс принципе но это все относительно это все относительно вот так что вот это вот катушка мне работает в паре с этим синапсом и значит при первой рыбалке меня было вот отпала вот это вот кольцо на первой же рыбалке я принципе к этому был готов потому что ну читал но отзывы о нем перед тем как его брать вот и я принципе к этому был готов там клей купил там свою супер клей купил капнул там пару точек его приклеил и все по сей день она у меня никуда не отпадает значит поджигу ребятки джиговать значит и можно довольно таки тоже комфортно кончик отыгрывает единственное конечно что при подсечке у меня частенько бывают сходы почему потому что не пробиваю пасть все же это понимать это твичевый он очень хорошо вяжет очень хорошо вяжет рыбу именно вот видите на ваблера вяжет просто шикарно а при джиге нужно пробивать пасть поэтому фрикциончик нужно зажимать так потуже и именно при поклевке подсекать порезче и наделать начни такую посечку так кучу ну тогда принципе тоже схода у меня принципе на него хватало при джиге щучки такой там хороший там около келожки там тоже я скажу брать келожку щучку на это на этот спиннинг это просто такое удовольствие это просто ну просто что-то с чем-то я вам скажу ну мы же ездим на рыбалку ради удовольствия понимаете в первую очередь то что касается меня по рыбе значит такую самую крупную щуку я брал на него весом в 2 700 у меня была щучка это конечно был паровоз для этого спиннинга но тем не менее я ее взял значит было мне еще весом там 2 250 в этом сезоне тоже щучка вот видео есть на канале потом ну и такие там брал около келожки там кило двести такие щучки там около от 700 до кило двести я вам скажу очень приятно брата даже хоть и мелкую щучку тоже него приятно брать но самое большее удовольствие просто вот такие вот щучки грамм от 700 скажем до кило двести там до удовольствие то бишь с ней можно еще и справиться потому что крупнее щука вот больше двух это уже еще раз повторюсь паровоз для этого спина удержать очень тяжело что ручек у меня изначально я ловил на 0 8 но потом перешел на 0 6 мурочек у меня тут стоит по японии рекомендовано но всяком случае ловить как значит на сайте от 0 4 шнура до 0 8 по японской классификации я ловлю 0 6 все вот такой вот заявам оставила своем сфере сенамс он у меня не единый я надеюсь и дальше тоже вам оставлю еще несколько отзывов там о своих спиннингах вот ребятки ну а кому будет интересно вот как у меня закончилась рыбалка на кружке пушану часик я ловлю пока мис поклевок не было значит кому будет кому будет интересно пожалуйста заходите на канал можете посмотреть видео если она будет удачным я думаю это рыбалка если будет удачным то видео уже будет мне на канале ребятки переходите по ссылке заходите смотрите всем пока до скорой встречи